То, что хозяйка на кухне должна быть одна, Римма Могилевская убедилась за 20 лет жизни в общежитии, когда делила единственную на это же плиту с соседками. Поэтому сейчас на кухне в собственной новой квартире проводят большую часть времени. Сюда женщина въехала месяц назад вместе с еще 126 семьями. До этого все они жили в бывшем общежитии химзавода, которое числилось аварийным несколько лет. Переселить людей удалось только после того, как дом посетил Вениамин Кондратьев. К решению проблемы подключилась и местная администрация. Спустя год губернатор приехал к старым знакомым уже в новые многоэтажки. Римма Могилевская, теперь единственная хозяйка на кухне, угощает главу региона собственной выпечкой. Мне очень все нравится. Я уже месяц здесь живу. Прекрасно. У меня внуки на всякие тренировки вожу. Им очень здесь нравится. Очень. Самое главное, мы должны создавать жизнь. Это наша задача. И моя, и главы района. То, что мы делаем. Денег, конечно, сегодня маловато. На все не хватает. Но все равно их надо тратить только на жизнь. Мы сегодня социальные объекты. Мы продолжаем тянуть социальные проекты. Нигде ни на что не сократили. Приоритет власти, при этом мой и главы вашего района, я уверен, это жизнь. Жизнь людей. Вот это и ради этого все власть должна делать. Для комфорта жизни. Для комфорта. Поэтому, если сегодня вы этот комфорт получаете, или что-то у нас получилось, мы радуемся, поверьте, наверное, больше, чем вы. Спасибо вам большое. Берите пирожочки с капустой, с картошкой. Обеспечить комфортную жизнь не только этих расселенцев, а всех жителей Кропоткина должна новая котельная. Закончить ее строительство планируют в конце года. Венемину Кондратьеву показывают, как идут работы. Одна такая котельная сможет заменить шесть старых и обеспечить теплом 30 многоквартирных домов. Аналогичные установки уже есть в Армавире и Туапсе и появятся еще в нескольких районах. Сколько их четыре сейчас установки? Уже пять. Уже пять. И плюс десять планируют. Еще строится, еще заходить в район. Ну вот здесь я готов максимально поддержать. Нам сегодня современнейшие установки, которые работают на газе, то есть на экологически чистые. Конечно, это определенный выход, потому что мы эксплуатируем существующие, отчасти доставшиеся нам с советских времен. А это сегодняшний шаг, это наш шаг, шаг сегодняшнего дня, который позволит, как минимум, их еще эксплуатировать, и сколько срок службы? Двадцать пять это минимум. Это минимум, двадцать пять лет. Весь жилищно-коммунальный комплекс региона должен быть готов к зиме, к первому октября. Об этом губернатор говорит на краевом совещании по вопросам ЖКХ, которое проводит после объезда. Больше всего люди жалуются на перебои с электричеством и водой. Изношенность сетей иногда достигает 80%. Губернаторам установлен план по их замене. Ежегодно обновляться должны пять процентов коммунальной инфраструктуры региона. Не надо себя здесь тешить надеждой, что мы южный регион, и у нас температурный режим позволит перезимовать, еще что-то пронесет очередной раз. Но это не закономерность, а удача всего лишь навсегда. А мы должны все это сделать в рамках системы. Что бы ни было, то есть у нас на самом деле стопроцентная готовность к зимнему сезону. Здесь не даже в паспортах готовность, это самый главный вопрос заключается, а в том, чтобы на самом деле мы подошли и к модернизации, в том числе теплосетей, коллеги, и в целом к коммунальной инфраструктуре подошли. Системно вкладывать каждый год хотя бы по 5%. Он все равно придет в завтрашний день. И 50% износа станет 60, 60% станет 70%. Здесь вопрос не в паспортах готовности, а в жизни. Нельзя же так, чтобы после нас хоть потом. Уже сейчас ряд муниципалитетов, Абинский, Крымский и Услабинский районы рискуют не получить паспорта готовности к зиме. Для каждой конкретной территории разработан план устранения недостатков. Общая сумма, которая будет вложена на подготовку к зиме, это 4,5 миллиарда. Я считаю, что у нас есть возможность пройти этот отопительный сезон. В течение трех месяцев будут проведены совещания по подготовке к зиме. По каждому району. Есть график, направлен во все районы. Будут разобраны все детальные мероприятия. Еще одна острая для кубанцев тема – работа регионального фонда капитального ремонта. Понять, что свои обязанности структура выполняет неэффективно, можно взглянув на расходы фонда, говорит губернатор. Часть денег почему-то лежат как в копилке, а не направляются на ремонт домов. С 2014 года на счетах фонда находилось 2 миллиарда рублей. И получается, больше половины средств таки остались лежать на счетах фонда. В этом случае что-то здесь неправильно. Значит, просто фонд работает неэффективно. Вот и все. Люди, которые сегодня платят, отчисляют вот эти денежные средства на капитальный ремонт домов, они надеются, что их дома будут ремонтированы. Квитанция приходит регулярно, а ремонт они ждут, и никто не обещает, когда он придет. А квитанция приходит регулярно, еще раз подчеркиваю. Поэтому и возмущение тоже. Сегодня все носит более и более регулярный характер. В ремонте сегодня нуждаются почти 18,5 тысяч многоквартирных домов в Край. Если затянуть с работами, они рискуют попасть в категорию аварийного жилья. Чтобы не допустить этого, необходимы своевременные платежи от жителей Края. После чего в многоэтажках должен проводиться такой же оперативный капитальный ремонт. Принято решение, что деньги из фонда в первую очередь будут направляться на дома, которые активнее других перечисляют средства. Мы реально понимаем, что люди недовольны. Я сам это знаю, и многие задают вопрос, куда мы платим, кому мы платим, зачем платим. В основном население тоже это понимает, но недооценивает ситуацию, что если не ремонтировать, то завтра или послезавтра их точно придется расселять. Потому что дом, даже сегодня, который требует ремонта, завтра, не дай бог, может стать аварийным, если, конечно, в него не вкладываться. За ситуацией с капитальным ремонтом домов в Крае губернатор лично поручил следить своему заместителю Андрею Алексеенко, чтобы ситуация не вылилась в решение проблемы в десятки раз дороже, чем это обойдется сейчас. Александр Иванченко, Елена Касабова, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Кавказский район.